АРХИС-24 Вековое братство. Главы Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Ставрополия подписали соглашение о взаимодействии при праздновании столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачао-Черкесии. В любое время знаешь, что у тебя есть друг уже. Не только Дамир или еще твои друзья, еще и... У меня много еще друзей. Не, а твой друг уже. Школьник в кабинете главы. Рашид Емрезов провел экскурсию по правительству Карачао-Черкесии мальчику, дозвонившемуся к нему на прямую линию. Может, он чего-то и не додал мне, но зато он смог помочь тысячам и тысячам людям. Духовный наставник. В Черкесске прошел премьерный показ документального фильма о жизни Ибрагима Хаджи Качиева. Вместе сильнее. Накануне главы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края посетили Черкесск. И вместе с главой Карачао-Черкесии Рашидом Емрезовым подписали соглашение о взаимодействии между республиками. Документ подразумевает совместную организацию проведения мероприятий по празднованию столетия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачао-Черкесии. О проверенной годами дружбе расскажет Эрнаст Чуков. Больше, чем соседи. Народы Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачао-Черкесии и Ставропольского края объединяет многовековая дружба, проверенная временем и испытаниями. В истории было немало моментов, когда регионы оказывали друг другу помощь, вместе преодолевали трудности, вместе радовались победам и успехам друг друга. Об этом в своем приветственном слове говорил глава Карачао-Черкесии. Равно как и наша история, так и наше настоящее и будущее неразделимы. Благодаря дальновидности и мудрости нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, сегодня все наши регионы демонстрируют стабильное социально-экономическое развитие, сплоченность общества и единство многонационального народа России. Для нас самих, для жителей наших регионов, безусловно, большая гордость родиться и жить в великом государстве, быть частью большой и сильной страны, носить вклад в развитие и благополучие России. Руководитель Адыгей Мурат Кумпилов также отметил, что между регионами за долгие годы сложились братские теплые отношения и выразил надежду на дальнейшее их развитие. Это не просто желание глав, это желание людей наших республик, да я включаю и Ставропольский край, потому что у нас много родственных отношений, много бизнеса, который работает на территориях. Это как и от нас у вас, как и от Карачаево-Черкесии, из Кабардино-Балкарии, в республике Адыге, много смешанных браков уже. Настоящая дружба проявляется в тяжелые времена. Об этом напомнил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, приведя пример случая взаимопомощи в разгар пандемии. В прошлый год началась пандемия, конец марта. Рашид Бориспович мне набрал и говорит, людям будем помогать, давайте мы вам продукты отправим. Сахар отправил нам 50 тонн. Поэтому это было сразу заметно. Была проблема, все мы искали ИВЛ, все мы искали трубки кислородные. Рашид Бориспович набрал, Казбек Валерьевич набрал, говорю, слушайте, будешь как-то решаете вопрос, помогите. Все, вопрос решился. Кислород, пожалуйста, всегда совместно. В свою очередь глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркнул, что встреча проходит в преддверии 2022 года, когда три республики будут праздновать 100-летний юбилей, и данная дата весьма значима для их народов. Считаю нашей обязанностью полноценно донести до молодых поколений значимость этого судьбоносного события для народов Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Адыгеи, и обсудить вопросы, как мы сможем провести совместные мероприятия. Много мероприятий у нас планируется в республике, но хотелось бы это всё передать и нашим братским народам, и, соответственно, принять у нас делегации. Все пожелания по совместному празднованию 100-летнего юбилея республик главы четырёх регионов закрепили подписанием соглашения о взаимодействии. Таким образом, в предстоящем году праздничные мероприятия по случаю празднования 100-летия трёх республик пройдут помимо Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, также в Москве, Ставрополе и других регионах России. После подписания соглашения главы четырёх регионов пешком направились в картинную галерию Республиканского историко-культурного природного музея-заповедника. По пути беседовали с жителями Черкеска и фотографировали со всеми желающими. В музее главы ждала экспозиция оригинальных экспонатов. Редкие книги и картины именитых художников из Ставрополя, Адыгеи, Кабардино-Балкарии. В конце экскурсии руководители четырёх регионов выразили уверенность, что в рамках столетия республик нам удастся и обогатить культуру друг друга, и укрепить межнациональные связи. Какой ребёнок в детстве хоть раз не мечтал о том, чтобы стать президентом? Но вот сказать об этом лично главе республики решится далеко не каждый. Герой нашего следующего сюжета, школьник из Черкеска, в прямом эфире обратился к Рашиду Тимрезову с интересной просьбой. С какой именно и как отреагировал на неё глава республики, узналим далее. В будущем я тоже хочу стать президентом. Я хочу побывать у вас в кабинете в Доме правительства. Кто из нас в детстве хоть раз не задумывался, как бы было круто руководить целым регионом? Кто хоть раз мысленно не представлял себя в кресле руководителя республики? И Самат Бастанов не исключение. Более того, дозвонившись на недавнюю прямую линию с главой Карачаева Черкесской республики, он поделился своей мечтой с Рашидом Тимрезовым. И мечта эта родилась у него не вчера. Когда у него 4 или 5 лет про ту историю, как я шумел, шумел с сестрёнкой, папа нам сделал замечание, что он хочет послушать речь президента, что-то важное. Тогда я задумался и начал, и захотел стать президентом, потому что президента слушают, уважают, он придумывает законы. Ответ от главы на свою просьбу юный школьник получил незамедлительно. И по прошествии нескольких дней Рашид Тимрезов лично ведёт Самата по коридорам и кабинетам Дома правительства. А вот и мечта мальчика – кресло руководителя региона. Наверное, самого основного. Это флаг Российской Федерации, как ты видишь, герб Российской Федерации, флаг нашей республики и герб нашей республики. Ну а посередине фотография. Кого? Девятого, девятого. Правильно. Вот здесь я работаю, вот тут провожу совещание, вот здесь вот, за этим столом. Пойдёмте, расскажу ещё. Вот мы же привыкли вот к такими телефонами пользоваться, да? Да. Проходи. Скажи. А вот это такая правительственная связь. Встреча с главой Карачаева Черкесской Республики для Самата настоящий праздник. Он не только воочию увидел Центр региональной власти, но и обрёл друга в лице главы Карачаева Черкесской Республики. Самат, тебе успехов. И в любое время знаешь, что у тебя есть друг уже. Да. Не только Домит, или ещё твои друзья. У меня много ещё друзей. Я твой друг уже. Это точно. Так что звони мне в любое время. Хорошо? Самат остался в восторге от такого внимания со стороны главы республики и признался, что теперь у него есть ещё одна мечта – стать похожим на Рашида Темрезова. Я побывал в доме правительства впервые. Кабинет красивый, глава Карачаева Черкесской Республики. Добрый, добрый, хороший. Идея дозвониться к главе в прямом эфире появилась в семье спонтанно. Родители увидели сообщение с телефоном и решили, а почему бы и нет. К слову, Самат радует родителей не только своей целеустремлённости, но и успехами в школе. Вообще не ожидали. Мы думали, и не попадём в прямой эфир. Конечно, когда увидели уже видео, обрадовались, прыгали до потолка. Учится она отлично. Он любит больше конструировать научно и всё такое. На этом приятные неожиданности для Самата Бастанова не закончились. Глава республики преподнёс ему в подарок конструктор. Не забыл и сестрёнку, передав презенты сладостей. А впереди у мальчика учёба, ведь его цель – окончить школу на отлично. И ещё раз притворить мечту в жизнь. Гульмира Лайпанова, Айвар Барануков, Олег Молхожев, Архыз, 24. Забота о детях – главная задача. Так считают тренеры спортивных секций в физкультурно-оздоровительном комплексе села Учки-Кен. Абсолютно каждый член коллектива здесь сделал прививку. И теперь со спокойной душой проводит занятия с детьми. Наши корреспонденты побывали в ФОКе и пообщались с его сотрудниками. Задача хорошего тренера – не только прививать здоровый образ жизни своим воспитанникам, но и заботиться об их безопасности. Так считает тренер по плаванию Виталий Колосов. Вот уже третий год он работает в физкультурно-оздоровительном комплексе села Учки-Кен. Работу свою любит, особенно радуется, когда подопечные достигают спортивных успехов. С началом пандемии ребят, посещающих секцию, поубавилось. Оно и понятно – многие родители просто-напросто переживают за своих детей. Поэтому, когда встал вопрос о вакцинации, Виталий не сомневался ни секунды. Всё ради спокойствия окрушающих. Я даже не задумывался о том, что нужно вакцинироваться, не нужно. Но я рождён ещё в Советском Союзе, и у нас семья военная. И у нас всегда было так. Сказали – надо, значит надо. Мне кажется, всё-таки это правильное решение моей семьи и моё личное. О безопасе себя, всех детей, которые здесь находятся, ну и моих близких. Во время действия ограничительных мер абсолютно всем спортсменам приходилось не сладко. Воспитанники секции по волейболу с нетерпением ждали окончания вынужденных выходных. Буквально каждый день атаковали в мессенджерах своего тренера и спрашивали, когда же занятия возобновятся. Во время карантина мы сидели дома, там общались. Сейчас в группу прислали, я давал им задания, они делали отжимания, приседания, прыжки и всё такое, по мелочи. Ну и потихонечку делали. А сейчас вот потихонечку начинаем. Без тренировок, если честно, дома скучнее самому играть. Поэтому лучше, чтобы всегда были тренировки. Навыки, да, немножко у нас растерялись, но мы буквально за три дня уже вернулись в строй и продолжили играть. А вот местным каратистам ковидные ограничения хоть и подпортили настроение, но на спортивных результатах не сказались никак. Более того, спортсмены умудрились провести относительно урожайный на награды год. Было сложно тренировать, тем не менее, несмотря ни на что, мы занимались. И регулярно дома им давал задания детям, занимались. И буквально недавно мы в июле ездили на все российские соревнования, где наши дети имели Малокорачевский район, спортивный школа «Чемпион». Привезли пять золотых медалей, четыре серебро, три бронза. В целом же жизнь в физкультурно-оздоровительном комплексе села Учки-Кен потихоньку возвращается в прежнее русло. Главное, что и тренеры, и дети, и их родители чувствуют, что здесь безопасно. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. В Карачаво-Черкесии улучшение эпидситуации. В республике уходят в резерв ковид-госпитали и возобновляются отмененные углубленные профосмотры, которые не проводились более месяца. Кого врачи в первую очередь зовут на обследование, расскажет Дарья Назарова. Пока в коридоре отделения профилактики черкесской городской поликлиники, где и проходит диспансеризация населения, немноголюдно. Не все еще знают, что в Карачаво-Черкесии возобновились медицинские профосмотры, которые из-за сложной эпидобстановки не проводились больше месяца. Гавриила Изотова в курс дела ввел участковый терапевт, посоветовав мужчине пройти диспансеризацию, чтобы проверить, не осталось ли осложнений после перенесенной короны. Дали все направления, и вот я прохожу диспансеризацию. Проходил я в прошлом году, я болел, перенесен ковид в августе 2020 года. Вот уже 14 месяцев, слава богу, живу и здравствую. Не просто я пришел сюда проверить врачей, чтобы нашли что-нибудь или не нашли. Потом анализ дадут, уже я буду знать, что там. К слову, именно участковый терапевт и будут направлять пациентов на углубленную диспансеризацию. А чтобы проинформировать об этой возможности как можно больше людей, будут рассылать специальные смс-ки. Хотя многие сами ждали возможности проверить здоровье. Мы очень часто слышали звонки, приходили звонки, люди сами приходили с тем, чтобы пройти диспансеризацию. Но где-то в течение 28 дней она была приостановлена. Если точнее сказать, с конца октября до конца ноября у нас, к сожалению, она была приостановлена. Сейчас возобновлены все такие профилактические мероприятия. В первую очередь на диспансеризацию будут направлять пациентов, перенесших коронавирус, но не более чем 6 месяцев назад, в том числе и прошедших вакцинацию. Ведь у таких риск заражения минимален. Но не закроют двери и перед остальными желающими пройти профосмотр, которых в последнее время немало. Люди больше хотят о своем здоровье узнать, потому что все равно коронавирусная инфекция не проходит, к сожалению, бесследно. Мы замечаем какие-то заболевания на ранних стадиях, стараемся выявлять их на ранних стадиях. Также предупредить, как бы так сказать, отягощение тех хронических заболеваний, которые у них уже имеются. Вот на это в основном у нас сейчас направленная диспансеризация и углубленная диспансеризация в том числе. Пройти углубленную диспансеризацию можно как по направлению врачам, так и по предварительной записи в отделение профилактики. Причем первичное обследование не займет много времени. Пройти всю процедуру можно, посетив лишь два кабинета, где у вас возьмут кровь, проверят давление и сделают кардиограмму. Талина Зарва, Назир Капышев, Архиз-24. Десять лет без друга. В минувшие выходные сотрудники спецподразделения Карачао-Черкесии вспоминали своего боевого товарища, напарника и брата Андрея Ленева. Подполковник СОБРа погиб в 2012 году при выполнении спецоперации в Малокарачаевском районе. Оставив по себе память, как о настоящем боевом офицере. Эрден Счуков продолжит тему. Его смерть случайной не назовешь. По роду службы он каждый день рисковал жизнью. Так было и в Раковой вечер 19 декабря 2011 года. Село Учкикен. В одной из квартир обычной пятиэтажки блокированы три боевика. Терять им нечего. На их счету убийства сотрудников полиции, другие преступления. А потому они вступают в ожесточенный бой со спецназом. В штурмовой группе под руководством Ленева удается выманить и уничтожить двух боевиков. Но остается третий. Обезумевший от ярости, он представляет явную угрозу жильцам, которых еще не успели эвакуировать. Подполковник Андрей Ленев принимает единственное верно на тот момент решение – штурм. Словно что-то предчувствуя, он оттесняет молодого напарника и сам делает шаг вперед. Раздаются выстрелы. Пуля, выпущенная с трех метров, пробивает каску офицера. Ответным огнем боевик уничтожен. Когда он погиб, он своим действием, да, он спас человека. Он был старшим группой. У меня рядом не было, но я просто знаю, что там было. Он отодвинул молодого сотрудника и пошел первым сам. Получил первую пуль и погиб. Хотя он мог бы не идти, а послать кого-то другого. В этом был весь Андрей Ленев. Всегда впереди, всегда первый. Все дела, что он начинал, Андрей всегда доводил до конца. И требовал того же от других. Человек тысячи увлечений, но они никогда не шли в разрез с работой. Служба всегда была на первом месте. Андрюх, он был один такой. Наверное, сказать, что в СОБРе вместо него кто-то остался, ну, наверное, будет преувеличением. Такого, как он, нет. Он очень стремился жить, очень активно жить. Хотел быть лучшим. Хотел быть всем полезным. Хотел быть, ну, полезным в первую очередь своим друзьям, близким, обществу, государству. Он всем хотел быть полезным и везде хотел успеть. Еще одной отдушиной для Андрея были горы. Он их просто обожал, предпочитая вылазки в труднодоступные места любым иным видом отдыха. С походов приходил посвежевшим и отдохнувшим, неизменно привозя великолепные фотографии. Мы как бы в то время с ним находились на фазе такого становления, наверное. Я до этого много на пленочную фотографию снимал. Он начинал сразу с цифр, насколько я помню. Но он уже показывал высокий уровень. Как бы вот у нас фотографы из Карачао-Черкесии очень редко добивались успеха на всероссийской арене. Вот он был один из тех, который выиграл достаточно крупный конкурс, фотоконкурс. Поэтому он снимал для своего времени, занятия фотографии, он снимал очень хорошо. Ещё одно яркое воспоминание Арсена об Андрее, как Ленёв ради нескольких кадров тащил на вершину Эльбруса тяжёлое фотооборудование. Там, где многие сдались бы, он молча терпел и упрямо шёл наверх. Это качество долгое время удерживало Андрея в этом мире и после рокового ранения, просто несовместимого с жизнью. Но он боролся даже без сознания целых полгода. Наверное, каждый человек чего-то боится. Но я точно знаю, что умереть он не боялся. Он всегда... у него была такая присказка, что я заговорённый, меня ничто не возьмёт. Ну, к сожалению, это не сбылось, его присказка. И самое главное, это на будущее спецназа, чтобы он не стоял на месте, не останавливался. Он должен идти вперёд, самосовершенствоваться, всегда, всегда развиваться и повышать свои боевые, физические, моральные качества. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за проявленное мужество и отвагу при защите мирного населения от экстремистских вооружённых бандформирований наградить подполковника СОБР МВД по Карачаево-Черкесской Республике Андрея Ленёва орденом за заслуги перед Отечеством Четвёртой степени С мечами посмертно. Арнес Чоков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24 Десяток дойных коров, табун лошадей и солидное поголовье козлотуров. А вот такая внушительная ферма у героя нашего следующего сюжета. Животновода во втором поколении. Его жизненная кредо – глаза боятся, а руки делают. Планами на будущее фермер поделился с нашим корреспондентом Дарьей Назаровой. Камера видеонаблюдения, постоянный контроль, охрана из злых собак и огороженная территория. Кому-то может показаться, что это стратегический объект или секретная база. Но подойдя поближе, понимаешь – это животноводческая ферма, как их сотни в нашей республике. А вот её хозяин – курман Айбазов. Уже с утра хлопочет по хозяйству. То выгоняет животных на прогулку, то отправляет бурёнок на дойку. Они дают всё по-разному. Вот эти, например, одни из больших, которые дают, это вот эти литров по 16-18 дают в летнее время. Сейчас уже сезон, ну, меньше стало молока сейчас. Пока в хозяйстве у фермера только с десяток дойных коров, которые приносят ему до 60 литров молока в сутки. Что для зимнего периода считается неплохим надоем. А значит, можно рассчитывать пусть на небольшую, но ежедневную прибыль. Именно поэтому курман Айбазов и поменял направление, сменив мясных бурёнок на молочных. Тут простая арифметика. Раньше 300 килограмм с одной коровы за год, а сейчас до 8 литров за дойку. Кстати, из молока фермер делает сыр. И получше любой хозяйки. Хотя каких-то особых секретов у него нет. Мне мама научила сыр делать. Сначала, я же говорю, вот отсюда возил молоко домой. Мама или жена дома делали. Потом, со временем, уже сам захотел здесь сделать и уже готовый сыр вазин. Когда два-три раза сделал, затянуло меня. Это вовлекает. Хотел бы, если бы уже была у меня сырование или что-то, хотел бы записаться на курсы, научиться. Всему этому, еще и другие. Их же много сортов сыра делают. Курман живет на год во втором поколении, а ферма – это семейный бизнес. Мужчина продолжает дело своего отца, который всю жизнь занимался сельским хозяйством. А наш герой с детства за этим сначала наблюдал, а потом помогал. Я уже, когда ферму купил, уже это были студенческие годы у меня. По выходным приезжал, помогал. Потом уже начал более плотно заниматься, когда чуть подрос, начал больше помогать отцу. И вот так. В общем, он что говорил, то и делал я, когда это начали. Сегодня Курмана можно назвать фермером средней руки. В его хозяйстве есть и молочные коровы, и птицы, и целый табун лошадей, и даже козлатуры. Большим подспорьем стал грант, полученный им 6 лет назад от Министерства сельского хозяйства Карачао-Черкесской республики. Сегодня Курман снова хочет прибегнуть к помощи государства и подать заявку на грант по программе «Семейная ферма», чтобы построить сыроварню и обновить хозяйство технику, которая настолько устарела, что ломается каждый день. В основном ломается, шланги лопаются, масло, сцепление постоянно ломается. Старьё, что ей делать. Только металлы создать. Больше ничего. Не ходовая. Курман и все его работники надеются, что им снова улыбнётся грантовая удача, которая, как известно, любит трудолюбивых, каким и является наш герой, хотя ему всего 28 лет. Дарья Назарова, Айвар Барануков, Адам Абидов, Архиз 24. Такие люди рождаются раз в тысячелетие. Речь в следующем сюжете пойдёт о человеке, который оставил неизгладимый след в судьбах многих жителей Карачао-Черкесии. Кадий Ибрагим Хаджи Качиев, имам села Дружба. За свою жизнь помог сотням, а то и тысячам земляков. Вот уже год, как его нет с нами. Но накануне в Черкесске презентовали документальный фильм о его жизни и деятельности. Насколько точно удалось передать на экране всю многогранную личность Ибрагима Хаджи Качиева, расскажет наш корреспондент Гульмира Лайпанова. Такие люди, как он, рождаются раз в тысячелетие. Так отзываются об Ибрагиме Хаджи все, кто лично был с ним знаком, кто хоть раз с ним пересекался. И в годыщину сотня его кончины на презентацию фильма о жизни и деятельности имама собралось несколько сот человек. Его семья, друзья, духовенство и представители различных ведомств – просто неравнодушные люди. Все они не могут сдержать эмоции, ведь говорить о таком человеке в прошедшем времени очень тяжело. Ибрагиме Хаджи много можно говорить, это займет очень много времени. Вкратце говоря, он и для меня, и для всей республики, наверное, сыграл очень важную роль в нашем сегодняшнем поведении, в благонравии нашей сегодняшней жизни. Всему хорошему, наверное, мы обязаны, всем хорошему мы обязаны ему, чему он нас научил и чему мы сегодня следуем, чему придерживаемся. Ибрагим Хаджи Качиев был заместителем муфтия Карачаева-Черкесии, кадием – мусульман Карачаева-Черкесской республики, имамом села Дружба. Не только простые жители брали с него пример, на него равнялись и другие имамы. После его ухода из жизни сложно было представить, кто бы мог занять его место. Этим человеком стал Али Хаджи Узденов, который согласился неохотно, ссылаясь на то, что такова была последняя воля Ибрагима Хаджи. Действительно, Ибрагим Хаджи, он был не заурядный человек, он был совсем другой, чем мы все. И поэтому о нем столько хороших слов я сейчас увидел, услышал. Он был уникальным человеком. Каждый случай, когда с ним встречаешься, был, не знаю, как-то вот по-свойски. Он постоянно ругал, постоянно хвалил. Не было случая, чтобы он, мы встречали, чтобы он не ругал и не хвалил. Вот какие-то он находил моменты, это, он иногда вот так эмоционально, он говорил, что этот сам плакал и заставлял нас плакать. Вот такое он было. Имам, духовный наставник, интернационалист, человек с большим сердцем. Именно так охарактеризовал Ибрагима Хаджи Рашид Тимрезов. Глава Карачаева Черкесии не раз обращался к нему за советом. И эти наставления помогают главе в работе и в повседневной жизни по сей день. Ибрагим Хаджи уделял работе всё своё время, ставя дело своей жизни даже превыше интересов семьи. Бывало обидно из-за того, что моего отца не хватало времени на то, чтобы элементарно поиграть со мной, да, уделить мне время, но затем, впоследствии, с годами я уже осознавал, какая на нём лежит ответственность. Помимо того, что он был отцом, он был ещё и имамом. И Каджи, может, он чего-то и не додал мне, но зато он смог помочь тысячам и тысячам людям. Работа над документальным фильмом «Имам» длилась более полугода. Идея его создания родилась сразу после смерти Ибрагима Хаджи. Марат Дураев был знаком с имамом и очень хочет, чтобы как можно больше людей узнало о добрых поступках этого человека. Я не знаю людей, которые бы к нему плохо относились, и вся республика его ценила, уважала. Он благотворительная деятельность простиралась на все уголки республики, действительно, к нему тянулись за помощью. Все, 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 он без различия в чём-либо помогал абсолютно всем. Поэтому я думаю, что мы должны были это сделать, чтобы вековечить время с помощью хотя бы небольшого документального фильма. Множество людей помогало авторам фильма собирать материал, поднимать архивы, искать информацию. Найти нужные видеокадры оказалось непросто, так как Ибрагим Хаджи при всей публичности предпочитал не афишировать свои добрые дела. Материал мы снимали, нас снимали практически на 5 часов. Фильм получился хронометражом 56 минут. Это, естественно, для фильма это нормально, для документального фильма, но для жизни и деятельности нашего кадра это очень мало. Но хронометраж нас ограничивает. Может быть, в будущем кто-то возьмётся за это дело, снимет лучше, но мы сделали это, исходя из своих сил и возможностей, и думаем, получилось неплохо. Ибрагим Хаджи был светлым и великодушным человеком. Не было никого, кому бы он отказал в помощи. Людям даже не приходилось просить. Они просто приходили к нему и рассказывали о своей проблеме. И он всегда находил решения. К нему обращались не только по вопросам религии, но и за советом, и за материальной помощью. Под его руководством было построено 14 новых домов нуждающимся семьям. Мне так показалось, что этот фильм будет продолжать проповедь Ибрагима Хаджи. Это очень важно и нужно для будущих поколений и для населения не только нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Ведь Ибрагим Хаджи был действительно масштабной личностью, которого знали на всём юге России. Фильм «Умам» – это дань памяти и уважения Ибрагиму Хаджи как великодушному, доброму, светлому и в то же время простому человеку, который помог тысячам людей и на которого всем стоит равняться. Гульмира Лайпанова, Айвар Барануков, Архыз, 24. Таким именно, на взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики, вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова